Особое мнение на 101FM По крайней мере, Ань, в отличие от моей вчерашней попытки что-либо сказать по телефону, я по крайней мере слышу тебя, это радует. Отлично. Мы вчера уже начали разговор про грядущие выборы. Напомню, что в сентябре этого года, 10-11 сентября, мы выбираем главу региона и выбираем депутатов городской думы. Про городскую думу вчера поговорили, но сегодня еще, наверное, и продолжим. Начнем все-таки с новостей последних, которые окружают выборы губернатора предстоящие. А мы видим, что определилась уже, ну, не знаю, там, команда тех людей, которые пока, по крайней мере, зарегистрировались. Я так понимаю, что еще можно регистрироваться, подавать заявление, да? По-моему, до 3 июля кто-то говорил, да? Я за этим не очень слежу. Я просто не вижу, кто бы еще мог быть. Кого бы еще можно было там видеть. Ну, разве что какой-то техникой. Да, я напомню, что конкуренцию в Рио Александру Соколову намерены составить Федор Лугинин от Ородина, Сергей Мамаев, КПРФ, представитель ЛДПР Владимир Панарьев. Справедливая Россия своего кандидата выставлять не намерена. И есть еще независимый кандидат, самовыдвиженец Антон Долгих, который традиционно участвует как самовыдвиженец во многих выборах. Вот эта картина и этот расклад создает у вас ощущение того, что выборы будут конкурентными? Нет, конечно, они не могли быть конкурентными. Я сразу почти говорил, что кто бы не выдвинулся в оппоненты Александру Валентиновичу, широко бы им поплясать, все равно они дали. То есть я думал и говорил уже неоднократно, не знаю, здесь или где-либо еще, что суммарный такой процент был отпущен на всех оппонентов. Я полагаю, что это где-то 25% голосов, они могли между ними резвиться за второе место. А порядка 70% там, может чуть меньше, может чуть больше, условно говоря, были зарезервированы за Соколовым. Я и вчера уже пытался об этом говорить. Дело в том, что вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, вот эти выборы, где президентские назначенцы выдвигаются, и выборы не отменены, не отложены, а именно, как бы сказать, разрешено их провести. Эти выборы будут не за конкретно Соколова, а это будут как бы референдумные выборы в поддержку политики президента. Уровень доверия президенту. Уровень доверия президенту, потому что это люди, которых рекомендовал президент. Соответственно, сама понимаешь, что никаких разговоров там, извини, о втором туре при такой постановке вопроса просто быть не может. Соответственно, и партии, так как они по большому счету все равно у нас, ну по большому счету все партии у нас поддерживают политику президента. Они системные. Они системные, кто-то двумя руками, кто-то одной, но те партии, которые руки не поднимают, их просто нет среди тех, кто имеет право участвовать в выборах. Соответственно, и здесь, как бы говорить о том, что там конкурентные, неконкурентные, не о том речи. Речь идет не совсем о выборах губернатора, речь идет о поддержке политики, которую ведет наш президент Владимир Путин. Слушайте, ну если так все, то зачем же тогда вообще их проводить? Неудивительно, что очень долгое время дискутировался вопрос, я так понял, на самом верхнем уровне, о том, что либо перевести их в формат согласования СОЗС. Ну, фактически, как было с назначением губернатора. Ну, когда Никита Юрьевич привезли, сказали, депутаты проголосовали, да, и там, сама понимаешь, второго тура быть не могло. Либо вообще просто их отменить, условно говоря, продлить полномочия действующих и так далее, ну, либо назначить фрио, и пусть они себе исполняют. Были такие варианты, но потом было все-таки решено выборы проводить, потому что у нас же, как, сама понимаешь, у нас новые экономические условия вроде как есть, а никакого специального чрезвычайного положения у нас вроде как нет. Ничего же в стране страшного не происходит, да? В стране ничего не происходит, как бы, почему это мы должны выборы откладывать, либо переводить в другой формат. Но, соответственно, в тех, обратите внимание, в тех регионах, где все-таки определенная конкуренция наблюдается, там трехдневное голосование и дистанционное голосование электронное. Да, то есть там, как бы, такая двойная подушка безопасности, на этот случай, если мало ли кто-то из конкурентов решит всерьез поиграть. У нас дистанционного голосования от электронного, соответственно, у нас всего лишь два дня, а не три голосования, поэтому и, наоборот, так как у нас неконкурентная получается среда, то, соответственно, и зачем двойная эта подушка, когда можно просто получить нужный результат. Но при этом мы же потратим больше, чем потратили бы за один день, например, да? Ну, не на много, я думаю, что это утраты будут, да, да. Ну, то есть, все равно раздавцы все одна и та же. Сумма определена, во-первых, там, которые государство тратит. Зарабатывать только надо заплатить. Вот. Членам комиссии. Безусловно, члены комиссии получат там свои деньги. Ну, я так говорю, что есть смета, она определена, это деньги заранее. Их там необходимым образом переформатируют, чтобы два дня обеспечить. Я не думаю, что будет страшное с этой точки зрения. Депутатам, кандидатам же, опять же, ну, им же проще. Меньше затрат, а с деньгами сейчас у всех трудно, поэтому. А я правильно понимаю, что не будут активничать конкуренты Александра Соколова, ну, в предвыборной своей, скажем так, компании? Я думаю, что Александр Соколов вот в таком традиционном виде предвыборную кампанию вести не будет. Он будет... То есть, мобилбордов не увидим по городу? Я не думаю, что они ему нужны. Может быть, и увидим. Я не знаю, там, или ребята, которые с ним занимаются, политехнологи, имиджи. Но мне кажется, что вот при такой ситуации ему оптимально это просто совместить вот эту процедуру вхождения в регион, да, то есть, съездить на встречи в район и пообщаться с... Познакомиться с людьми. С людьми, наладить отношения с так называемыми нашими элитами, условно говоря, с общественниками влиятельными и так далее. Для этого не надо там вешать какие-то плакаты, вот, тем более, что даже если взять, у вас же вот в холдинге есть эта служба, да, которая... Зеркало социологическое. Зеркало, да, социологическое. Они сказали, что, в принципе, уже 40% населения его фамилию знает, да? Больше? 40-42, по-моему, не знает. А, ну, даже больше половины уже людей фамилию знает, то есть у него задача крайне упрощается, у него есть необходимые информационные ресурсы, я имею в виду районы, да, то есть районные газеты, администрации и так далее. И я не думаю, что ему есть смысл вот такую избирательную кампанию с кучей там полиграфии и прочего всего вести, а только народ злить. Сейчас не самое сладкое время, и когда тебе начнут там глянцевые газетки подбрасывать, это скорее разозлит, чем одобрит. А именно ездить, говорить с людьми, у него это получается хорошо, он оставляет хорошее впечатление у людей, вот, те, кто с ним общался и потом общался со мной, да, поделились тем, что нормальный парень, с ним можно говорить. Хотела спросить, почему не выставила своего кандидата «Справедливая Россия», по-моему, второй раз же это происходит, да, Васильев, когда избирался в «Справедливой России», по-моему, тоже не выставлял. Я сейчас уже не помню, но мне кажется, они просто изначально думают, что нет смысла вот бодаться с президентскими назначенцами, тем более партия очень близкая к единороссам, да, там Миронов человек очень близкий к президенту, просто чтобы не создавать иллюзии, не тратить лишних денег. Понятно. Была интрига вокруг фигуры Владимира Костина, как кандидата возможного на пост губернатора от ЛДПР, но почему-то мы увидели другого Владимира в списке Владимира Панарина. Тут было решение, во-первых, федеральной партии, да, которой, я думаю, из тех же исходило соображений не создавать лишний шум информационный вокруг выборов, ненужный, да, а во-вторых, сам Владимир Костин человек очень разумный, потому что и в качестве технического кандидата ему выступать, но это ниже его достоинства, мне кажется, да, то есть просто заявиться и ничего не делать. А заявиться и активно работать, это значит вступать в определенный конфликт все-таки, в конфронтацию определенную, да, ненужную, ни ему самому, ни кому-либо еще, ради чего не очень понятно. Ну как, ради чего, чтобы проценты неплохие показать, я думаю, что у Владимира Костина были, наверное, и шансы, да? У него, безусловно, были шансы, я думаю, он бы мог занять второе место, да, но, опять же, я не сказал бы, вот там есть некие прогнозы, что там участвовал Владимир Костин, будет второй тур, даже не смешите даже нам, не смешите, никаких вторых турах тут не подразумевалось и быть не могло, даже с участием Владимира Костина и даже, предположим, если бы СРО выставили кого-то сильного кандидата. Это нет, это нет, не та история, не та ситуация. Просто Владимиру Костину это самому даже не нужно, потому что, я думаю, что вот не заявившись, наладив хороший контакт в РИО и с наступающим, скажем, правительством, которое будет меняться постепенно, ему вот именно для реализации своих каких-то задач и целей, как депутата ОЗС, будет гораздо больше простора и возможностей. Как вы думаете, ставят ли перед собой партии, ну, все-таки какие-то задачи конкурентные на выборах в городскую думу? Здесь все по-другому будет или здесь та же самая история с доверием президента и идеи России? Нет, смотри, здесь этот момент, безусловно, просматривается, потому что любые выборы, которые сейчас проходят, да, то есть они как бы расцениваются оттуда, как некий показатель, вот насколько люди доверяют той политике, которую в данный момент проводит наше федеральное руководство. Но здесь немножко другое. Муниципальный выбор это все-таки другой этаж, здесь партийность всегда играет гораздо меньшую роль, чем лицо, чем фамилия, чем ресурс. То есть человек должен показать, что он обладает ресурсом, он способен там конкретные проблемы лично сам решать. Горожан. Горожан, именно конкретных живущих людей. Вот, поэтому здесь вот таких, здесь, ну, это, понимаешь, ну, там потом будет, конечно, такое меренье фракциями, у меня там 5 человек, а у меня 6, но, как показал опыт тех же СРФЗС, но у них большая фракция. А толку-то? Ну, так же точно мог там сидеть один бекалюк и создавать информационный шум. Ну, сейчас там сидит там 9 человек, да, и ничего кроме, собственно, этого же шума они создают. То есть размера фракции, когда она у тебя в меньшинстве, большого значения уже не имеет. Если это не подавляющее большинство, если это не 50 плюс 1 голос. Если это не 50 плюс 1 голос, да, и даже если у тебя 50 плюс 1 голос, надо следить, чтобы у тебя же любая партия, она состоит из таких подфракций. Под группочек. Под группочек, потому что, ну, я вчера эту фразу, она у меня сказалась, я ее запомнил, мне она понравилась, что партийность это форма предвуборного существования финансово-промышленных групп. Да, и, соответственно, в любой партии, в той же «Единой России», если мы посмотрим повнимательнее, да, то есть там как такового единства нет. Вспомните, если декабрьское голосование по водоканалам, да, когда в «Единой России», вроде бы в монолитной «Единой», вдруг оказалось, что есть одна из групп, которая... Которая против. Которая против. Понимаешь, для чего места в Гордуме вот этим самым финансово-промышленным группам? Там как бы есть такие две функции. Одна, конечно, это наблюдательная. То есть надо постоянно контролировать происходящее, так как депутат имеет доступ к документам, к закулисным каким-то вещам. Эта контрольная функция нужна, чтобы ее осуществлять, мне нужно 20 человек. Достаточно. Вторая функция, да, вторая функция, безусловно, такая, скажем так, охранительно-защитная, то есть свои интересы должны быть защищены. И если что-то происходит, что грозит, вот как в случае с водоканалом, там, условно говоря, тем же, в той же фракции Уралхима, совершенно не нужно никакое мнение водоканалов, потому что это как бы, ну, делает менее удобным их бизнес, скажем так, да. Соответственно, тогда вот эта фракция может там за счет определенных там манипуляций этот вопрос либо снять, либо договорившись с кем-то еще пересмотреть, внести изменения и так далее. Вот эта функция тоже есть. Для нее, может быть, да, имеет значение там... Количество. Количество. Но опять же, я говорю, что больше имеет свой талант самого вот этого, скажем так. Кстати, в условии лоббирования ничего плохого нет. Когда мне говорят, что, скажем, вот придет молочная фракция, да, и будет лоббировать свои интересы, извините. На КМК сколько людей работает? Ну, я не помню, в свое время Василий Куприянович говорил про 3000 человек, это имелось в виду не только кировское предприятие. Понятно, это Большой Холдинг, да, там же еще и Сильфоспель предприятие. И, соответственно, когда те же депутаты там, неважно от какой они партии, но они защищают интересы КМК, то они в том числе защищают интересы этих 3000 человек. И многие из них, кстати говоря, живут в тех округах, которые называют округами... То же самое можно сказать и про фракцию там Уралхима в законодательном собрании... Которые защищают интересы этой корпорации, соответственно, тех, кто в ней работает, а так как это монопредприятие в Чепецке, то фактически они защищают интересы Чепецка. Ничего дурного в таком лоббировании нет, поэтому, как правило, вот руководители крупных предприятий, они, заботясь о своем бизнесе, автоматически получается заботятся и о благосостоянии своих сотрудников. Поэтому вот эта форма существования, скажем так, когда, по большому счету, партийность нужна только для того, чтобы лишить себе этой дурной процедуры сбора подписей, которая, на самом деле, у нас она заградительная процедура, ясно, что очень мало людей по сбору подписей допускаются до выборов. И решение при этом принимается не потому, насколько качественные подписи собраны. Придраться можно к чему угодно, вот как показал недавний печальный опыт Яблока когда-то, там, из-за двух кавычек. Ну, правда, эти кавычки повторялись из бумаги в бумагу, но это всего лишь кавычки. Но они не нужны были на этом месте, и листы зарубили. Вот. А, предположим, те же кавычки, скажем, будь это люди, ну, более системные, да, они бы не сыграли никакой роли, я уверен. Не обратили бы на это внимание. Ну, это, на самом деле, техническая помарка, не более того. То есть она не содержит... Ничего не меняет, никакой ложной информации не содержит. Никакой ложной информации она не содержит. Подписи настоящие, так сказать, а при оформлении вот эти вот незначительные... Мелочи. Мелочи. И на них можно закрыть глаза, а можно и не закрывать. Поэтому процедура не нужная никому, и стараются люди каким-то образом через партии, которые имеют право без сбора подписки, избираться, вот, своих людей проводить. Дальше мы пошли к чему? Собственно, мы начали вчера разговор, здесь, по-моему, так понял, разговор шел об этом, вот, о переходе. Где Надежда Сураевой. Да, совершенно верно, да, да, да. Почему-то из него сделали такое безумное событие. Эти переходы бывают у нас в каждую выборную кампанию. И я напомнил, по-моему, вчера еще, что вот вам, пожалуйста, Олег Дорианович Валенчук, который в ЕР перешел там в ЛДПР, победил там на выборах в ОЗС и так далее. Это нормально. Это была очень давняя история, ее уже плохо помню. Это, господи, можно вспомнить, предыдущие у нас выборы пять лет прошло, мало кто что помнит. У нас вспомнит, что тот же Мамцемлидзе был депутатом от Справедливой России в ОЗС, то есть, да. Эти вещи, они нормальные совершенно. Тот же Василий Куприянович сам по себе, да, он из единороссов перешел с правороссы. Вот, соответственно, понимаешь, вот эти вот вещи, они нормальные, они бывают всегда, то есть, ну, рыба ищет где глубже. А во-вторых, смотри, ведь сейчас у нас немножко сложность возникла в чем. Во-первых, было очень долго непонятно, будут ли выборы вообще. Во-вторых, было очень долго непонятно, сменится ли губернатор или останется прежний, да. И, соответственно, волей-неволей многие партии были, как это говорят, вынуждены готовиться к прошлой войне, да, то есть, полагая, что, может быть, останется Васильев, тогда нам нужно то-то и то-то. Нам, соответственно, нам не нужно вкладывать много денег, потому что у нас все хорошо в данном ситуации, да. А вдруг, оказывается, он поменялся, и в последний момент начались передвижения. Потому что были люди, вот смотри, городская дума, там есть две крепкие фигуры. Это глава администрации города и глава думы, да. Ну, глава города, условно говоря. Подождите, глава администрации ведь не имеет никакого отношения к городской думе. Я говорю, что есть две сильные фигуры в городе. А, в город администрации. В городе, вообще в городе. Две головы. Две головы, да. Которых в одну так и не слили. И, условно говоря, могли слить в одну, если бы оставался Васильев, это шло к тому, что их сольют в одну. Это будет человек именно администрация, по той версии. И он будет не избираться на прямых выборах всеми горожанами. Да, да, да. Он будет избираться на думе. Назначаться. Назначаться. Извините, Николай. Извините, Николай. Это не выборы все-таки. Ну, так, условно говоря. Все равно голосование некое есть. Соответственно, вдруг оказалось, что губернатор сменился. Извини, вот еще говорят, там сменится Осипов. Нет, безусловно, сменится. Сменится. Глава города, вот, кстати, тоже была тема в свое время, очень хорошо, широко обсуждалась наверху, что главу областного центра перевести из разряда муниципальных служащих в должности первого зама губернатора. Ага. Чтобы это был не муниципальный работник, а именно первый зам губернатора. Подчиненный губернатор. Да, подчиненный губернатора. Потому что областной центр всегда, это очень важно, одно из самых важнейших. То есть, де-юре сделать то, что де-факто существует и так почти везде. Почти везде, да. Кроме некоторых примеров, где воюют все еще. То есть, привести к фактическому состоянию дел, потому что человек, он все равно, как бы, город, во-первых, работает в ближайшей связке с областным правительством. Это крупнейший налогоплательщик. Это крупнейший, да, самый важный, скажем так, узел, и он должен быть находиться под личным контролем, в том числе губернатора. До этого не дошло, но, тем не менее, мы понимаем, и сейчас только говорили, что фактически так все оно есть. То есть, безусловно, в сентябре со сменой городской думы сменится и глава администрации. Это будет явно человек... Но это не по закону так должно быть? То есть, по идее, ведь Осипов может продолжать работать? Нет, у него скончается контракт вместе с думой. Вот у думы сложились полномочия. То есть, его либо переутвердить должны? Да, либо его будут переутверждать, либо предлагать кого-то другого. Предлагать будут другого, я просто сто процентов говорю уверен в этом. Я думаю, что это будет человек даже не кировский, но имеющий большой опыт муниципальной работы. То есть, человек, который сразу войдет, зная, как колесики крутятся в муниципалитете, зная, где что смазать, где что заколотить и куда-куда направить. Это будет вот такой план человек. Это будет глава администрации. Глава администрации, он будет близок, безусловно, к Александру Валентиновичу Соколову. А пост глава... Соответственно, погоди, начнем пополам. Хорошо, давайте. Начнем пополам, да. Соответственно, те люди, которые до этого работали в определенных договоренностях с Осиповым, то есть, у них было комфортно, хорошо, нормально, им вдруг появилось понимание, что их договоренности обнуляются, надо искать свежующее. Соответственно, нужны люди, которые войдут в городскую думу и будут этим заниматься. Так? То есть, неожиданно люди, которые считали, что все спокойно, они сказали, нет, надо добавить, пожалуй, туда немножко наших. Второй момент. Глава города. Глава города у нас... Совмещает пост. Елена Васильевна, да. Елена Васильевна Ковалева. Она ассоциирует с очень многих, совершенно справедливо, с людьми с фамилиями Гозман, Крепоснов, Березин. Она человек системный, и она очень мудрый очень человек. То есть, она как бы не, условно говоря, универсальный солдат у этой группировки, да, она сама по себе единица, которая способна соблюдать определенные балансы, компромиссы находить и так далее. Вот. И, соответственно, та группа, которая, условно говоря, при Елене Васильевне и ранее при Владимире Васильевиче себя чувствовала комфортно, сейчас появилась такая штука, что ведь ее тоже будут переизбирать. Ну, она ведь, смотрите, она, насколько я помню, по одномандатам мог. Да, она пройдет, она, безусловно, изберется, она пройдет, я не сомневаюсь ни секунды, Валенгасова за нее все горой, ну, не все может быть, но горой все равно, да, она пройдет, но это не факт, что Дума именно ее изберет спикера. То есть там Единая Россия, например, если Елена... Единая Россия, она тоже неоднородна. Тоже неоднородна. Соответственно, в Единой России вдруг появляются люди, вот, на праймере, да, которых мы раньше не видели, про которых вроде ничего не знаем. Но если там за веревочку потянуть, начинаешь понимать, что все, они не просто так, они все по доверенности по чьей-то. Вот. Соответственно... Боже мой! Ну, чтобы хуже не говорить, я их называю. Да, я называю их депутаты по доверенности, да. Соответственно, люди уже думают о том, что будет избираться глава города, и нам бы желательно сохранить Елену Васильевну. Соответственно, те же люди, они начинают проявлять активность, потому что Единая Россия не резиновая. Им нужно своих людей внедрять и в другие коллективы. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот так все сложилось, что справедливую Россию, так, партия имеет хороший рейтинг к Кирове. Ну, я думаю, именно поэтому Шума и наделала вся эта история, потому что очень часто, ну, вот группу, да, молочного комбината называют основным, там, или одним из основных спонсоров прошлой предвыборной компании. Давайте спонсоров чуть-чуть попозже дойдем, да. Хорошо. До спонсоров дойдем чуть попозже, потому что я и вчера говорил, что КМК – это, конечно, богатая контора, но не самая богатая в области. Есть люди и посолиднее, и побогаче, да, и у которых больше именно не производственных, а свободных денег просто на кармане. Есть такие люди, но не будем о них. Но как не будем-то, потому что, собственно, эти люди-то и заинтересованы в том, чтобы статус-кво как минимум на уровне городской думы сохранился, Елена Васильевна снова ее возглавила, потому что эти люди работали в договоренностях с ней. А глава города, вот как показал процесс над Быковым, несмотря на то, что формально не имеет никаких распорядительных функций, да, на самом деле… Люди по тому, как говорили господа свидетели на процессе Быкова, имеют на самом деле огромные функции, причем ни за что не отвечают. Это очень важная фигура, поэтому ее сохранить есть большой интерес. Соответственно, эти люди пришли сколько смогли в Единой России, кто-то из-за этого, из-за Единой России уже перетек в другие партии, или перетечет, мы скоро увидим это. Ну, то есть мы просто еще не знаем об этом. Стало тесно. Куда пошли, вот, пожалуйста, справедливая Россия, вот новые люди. А если человек ресурсный, его возьмут в любой партии? Как же не возьмут? Конечно, возьмут. Тем более, когда человек на самом деле очень ресурсный, и за ним стоит еще более ресурсный, кто ему доверенность-то выписал. Соответственно, стало тесно в справедливой России. Надежду Васильевну это, безусловно, не устроило, и она пошла туда, где посвободнее был ДПР. Вот мы вчера говорили, для избирателя, вот это не важно. Те, кто голосовали за кандидатов от КМК, они за них проголосовали. Они за лицо голосуют. Они голосуют за лицо, они голосуют за свои корпоративные интересы, они голосуют за свою, собственно говоря, жизнь. Ну, надо понимать, да, что Надежда Пасураева не пойдет на выборы в городскую думу, она же, ну, собственно, но она стоит, да, за теми людьми, которые туда пойдут. Она стоит за теми людьми, и не только Сураева, вообще весь, как бы, вот комбинат, а система работы комбинат. Поэтому я не вижу в этом ничего такого, потому что для избирателя это не изменится. И под какой бы партии наши молочники уважаемые не пошли, они будут заставить все равно те же самые интересы, которые бы они отстаивали в СССР. То есть, понимаешь, ничего не меняется. Для людей ничего? Что касается спонсоров, да, то, безусловно, если хорошие проходные места есть в списке какой-то партии, и за эти проходные места, безусловно, ну, сама понимаешь, что ресурсная партия, тот же СССР, и проходное место там первое, второе, третье, они почти наверняка получат свои мандаты, то спонсор найдется, не переживая. Я думаю, что финансовых потерь Дмитрий Русских, как руководитель фракции, никаких не понес. Более того, вот он, мне больше всего понравилась его реакция на все это. Он, собственно, спокойно сказал, да пусть оно и будет еще. Все нормально, все хорошо. Меня удивило, почему все остальные такой шум подняли. Если сама партия к этому относится спокойно, потому что я, безусловно, уверен, что вот потеря Сураевой сто крат возместилась в денежном смысле для них. И, соответственно, в ресурсах, то есть за счет этих денег они смогут где-то еще активничать. Так что вот вся эта история, она на самом деле очень проста, она, ну, я не знаю. Почему я и сказал, что интересантами мне видятся вот те люди, которые, собственно, бенефициары любых выборов, то есть те люди, которые производят полиграфическую продукцию, ну, полиграфисты, рекламщики, пробанки, мы говорили, медиа, редакции медиа, которые, безусловно, при планировании любого выборного года полагают, что на выборах они должны заработать. А тут получается, что денег-то нету. И больших денег на самом деле на этих выборах не будет. Надо смириться и понять, что такова ситуация не из-за того, что они конкурентны и неконкурентны, просто такая ситуация в стране. Мы можем какой-то предварительный хотя бы расклад дать? Или это вот все-таки, несмотря на то, что вроде как ничего неожиданного не происходит, невозможно? Ну, тут тоже невозможно, конечно. Единая Россия сохранит лидерство? Единая Россия, безусловно, сохранит лидерство. Более того, вот за счет этих вот казачков засланных, да, в разные другие партии, группами, они же будут голосовать так же, как голосует Единая Россия. То есть там будет безусловно... Плашка не важна, да, которая у депутатов остались? Да, вот мы уже столкнулись с этим ВЗС, что внутри партийной фракции голосуют по-разному, и ничего ты с этим не сделаешь, потому что они голосуют. Они не партийные люди, они, я уже объяснил, они представляют... Не члены партии. Не партии, они не члены партии. Они не разделяют идеологию партии, тем более, что идеологии-то как таковой у партии нет, и разделять-то нечего. Соответственно, они просто, это такой вот вопрос, чисто технический, проникновение в Думу, он решается разными способами, в том числе вот эти вот смены партийности и так далее. Расклад в любом случае будет такой, что партия власти в том или ином виде, может быть, это будет что-то вроде коалиционного такого голосования, вот за счет вот отдельных персонажей, которые пройдут, в том числе от партии спойлеров, да, от тех же коммунистов России, которые как-то, знаешь... Как вы обидно их называете? Ну, хорошо, я извинюсь, от малых партий, пусть не обижаются, а то еще в суд подойдут, подойдут, вот, от малых партий, так называемых. Те же коммунисты России, они же оппонент, главный оппонент коммунистов России, это КПРФ, ну и, соответственно... Но они конкурируют между собой. Да, они конкурируют, соответственно, если КПРФ голосует не так, как Единая Россия, то... Коммунисты России могут голосовать так. Ну, мы понимаем, да, что один... Мы видели эти примеры, мы видели в законодательном собрании, да. Нет, в законодательном собрании их вроде бы не было, а вот в Гордуме... Я про прошлое, даже про позапрошлое, наверное. Вот, а в ЗАГС собрании мы прекрасно видим, как иногда голосуют те же и новые люди, пенсионеры, да, то есть, которых почему-то причисляют к оппозиции, хотя по всем серьезным опросам они голосуют так же, как партия власти. Поэтому я думаю, что свои там, что у нас там, сколько, 36 депутатов в Гордуме? Угу, по 18, тех и тех. Свои 18 плюс Единая Россия отвоюет, и я не думаю, что, опять же, это будет слишком сильно затратно для них. А остальные, ну, как карта ляжет, как карта ляжет, вот, я бы не сказал. Дело в том, что почему-то еще к СРам такое вот сильное отношение, да, это все вспоминают прошлогодние выборы, и почему-то переносят результаты, да, вот даже кто-то написал, что если бы ничего не случилось, то СР могли бы чуть ли не большинство получить. Ну, было такое-то. Да, но я, опять же, вспомню эту фразу Черчин, насчет готовиться к прошлой войне, все изменилось, выборы другие, интересанты другие, и это было понятно еще после тех выборов. Никакой гарантии на какие-то там большие проценты это с права Россом не давало. И плюс, не надо забывать, что интересы на тех выборах были другие, потому что у Единой России были районы, им было достаточно взять там по максимуму там. То есть они в город не вкладывались? И что-нибудь здесь, они в город, ну, как-то поучаствовали, да, засветили там своих врачей, которые сейчас, вот я думаю, как раз в Гордуму, это уже нормально, вполне пойдут, будут стараться попасть. А тогда они просто физически присутствовали, опыты поднабрались. Это не город, не имел большого значения. Ну, неплохо, кстати, поднабрались опыты. Я, насколько понимаю, кроме оппозиции в городских округах взяли городские округа как раз представители команды врачей, так называемые. Ну, так и кто тут еще? Про законодательному собранию. Это еще, да, было. Поэтому, как бы, я думаю, что, да, 18 плюс будет в любом случае в Единой России. И как вот остальные партии поделят эти вещи? Да, я думаю, что СР и ЛДПР, ну, поровну примерно получат. Коммунисты, безусловно, получат меньше. У нас, к сожалению, так вот, несмотря даже на то, что... Ну, они сейчас вот молодцы, они сейчас молодых ребят привлекли. Ребята шишек поднабьют, опыта наберутся. Я думаю, к следующим выборам уже будет интересно. Да, мы имеем в виду Ленин... Ленинский комсомол. Да, Ленинский комсомол. Да, вот этих вот ребят из несостоявшегося молодежного парламента. Вот хорошие, хорошие, хорошие ребятишки. Мне они очень симпатичные. Они... для них это будет хорошая школа. Но они живые такие, энергичные. Они живые, они энергичные, они имеют мотивацию хорошую, они прекрасно должны отработать свои округа, но не победить. Вот это, то есть, ну, зубры наши никуда не денутся, зубры свое возьмут. Не подвинутся. Вот. Поэтому я полагаю, что ЛДПР, СР примерно пропорционально. Чуть поменьше, я думаю, новые люди, еще чуть поменьше КПРФ. Ну, а там, что останется, это... Если допустят Родину, то Родина. Если кто там еще у нас, коммунисты России, тоже ведь я не помню, собирают подписи, я не помню уже даже. Нет, не собирают, у них же есть куда-то. Они есть в парламенте. Ну, и тоже они возьмут там один-два голоса. Вот так вот примерно, я думаю, пропорция поделится. И такая будет картина. Такая будет картина. Почти наверняка. И вы не исключаете, что глава города будет другим? Не исключаю, но я еще раз говорю, что судя по тем усилиям, которые сейчас прикладывают союзники, скажем так, Елены Васильевны Ковалевой, назовем их так, вот все-таки есть определенный запрос на то, чтобы она сохранилась в власти. Если все необходимые договоренности застать, я лично против Елены Васильевны ничего не имею. Она мне очень симпатична. Она, во-первых, красивая женщина, это всегда приятно, да, ну, согласись. Вообще женщина, вообще женщина в политике, это хорошо. Реклама. Реклама, говорит нам звукорежиссер, да, мы уходим. Продолжаем особое мнение. Николай Голиков, журналист, сегодня его высказывает. Мы говорили в предыдущей части программы до рекламы о выборах в городскую думу и о выборах главы региона. А сейчас переходим тихонечко уже к действиям главы региона в РИО, временно исполняющего обязанности губернатора Александра Соколова. Все, конечно, с приходом этого человека начали говорить о том, что грядут большие кадровые изменения в доме по соседству, так называемом сером доме. И вот мы, ну, фактически вот в ближайшие, в последние дни увидели тут, не знаю, это первая ласточка была, да, заявление о том, что нужно разделить Министерство спорта, молодежной политики и туризма на два отдельных. То есть спорт и молодежку поделить. Молодежку оставляют Георгию Барминову, нынешнему министру, а на должность министра спорта будут искать нового кандидата. Насчет вот как раз ты начала с того, что все ждут кадровых каких-то перестановок или что-то, это как раз бы и не отнес к кадровым перестановкам. Это реорганизация, при этом молодежку оставляют Георгию Барминову. То есть это не кадровые перестановки? Это не кадровые перестановки, и это, к сожалению, на мой взгляд, ничего не изменит в работе нашей молодежной, потому что, ну, давно уже наблюдая за этим товарищем, вот. Вы не считаете его сильным управлять? Это не сильный управленец, это тоже чей-чей, кто-то по доверенности, чей-то уж не знаю, не помню, не буду говорить. Вот, человек, который, да, он может... Ну, у него сейчас больше времени будет. Ну и что? Больше времени, понимаешь, как бы вся его работа, если посмотреть тот бюджет небольшой, который идет на молодежку, это проведение массовых мероприятий, это такая веселуха, знаешь, хорошо, радостно. Это никакого отношения к молодежной политике на самом деле не имеет. А что имеет? Ее перестраивать надо полностью? Конечно, конечно. Это гораздо более, кстати, вот Александр Валентинович говорит, что это гораздо более глубокий и серьезный вопрос. Речь не в массовых мероприятиях, их можно проводить и без молодежки. Их могут проводить сами ребята, дайте им денег, они тебе любой шоу организуют, чтобы посмотреть, что творится иной раз, когда просто люди на Грантовой какие-то деньги проводят мероприятия. Да мы видим даже, когда без денег проводят какие-то мероприятия. Да, и даже без денег проводят мероприятия. То есть это никак не показатель какой-либо работы по молодежи, да. Тут все гораздо серьезнее на самом деле, то есть нужна именно молодежная политика, и молодежная политика должна это прорабатываться с учетом реальных мнений молодежи. Вот, к сожалению, вот то, что было, мы сегодня вспоминали. Да, молодежный парламент. Да, это вот тот самый пример, как с молодежью работать не надо и нельзя. Потому что эти люди, да, молодежи, молодежи вообще свойственно, да, быть немножко в оппозиции. Это нормально. Да не, немножко, иногда и множко. Иногда и множко, это нормально, это никуда не деть, Generation Gap, он никуда никогда не денется, и всегда будут легкие люди, которым 20, которые мобильные, они садятся, уезжают, учиться и не возвращаются обратно. Это не только Кирова беда, надо сказать, это, мне кажется, большинство регионов беда. При этом, понимаешь, у нас подход такой, что вот как их здесь заезжать, давай мы им там льготное, чтобы они квартиру купили. Да зачем им здесь квартира, они мобильные люди, понимаешь? Они сюда вернутся потом рожать детей. Расти детей. Расти детей. Киров, город детства, кстати, прекрасная тема, кто бы ее положил еще лучше. Никита Юрьевич продвигал, я помню. Да ее не только Никита Юрьевич, ее продвигали очень давно. Но тут, честно скажем, это скорее Андрей Сергеевич Зорин, так сказать, один из родителей этой идеи. И еще времен, по-моему, чуть ли не когда Кириенко был полпредом. Политолк наш кировский, который сейчас не в Кирове живет. Который в Грузии сейчас живет. Ну ладно, не будем об этом. Так. Вот эта же тема, да, то есть 20-летних сюда приковывать, это как раз вызывает только протест. То есть им, да, они хотят жить отдельно от родителей, но они не готовы укореняться здесь, этот якорь на себе вешать. И там они готовы, они поедут сейчас куда-нибудь в Казань, там в Новосибирск, неважно куда, они выучатся. Екатеринбург, Калининград, да куда угодно. Страна большая, в России, слава богу, страна большая. И это нормально, то, что молодежь мобильная, это надо поддерживать. Но надо опять же им говорить, что, ребят, вы отучитесь, приезжайте, будет где работать, будет где жить, будет чем заниматься. А у нас здесь хорошее здравоохранение, программы образовательные в конторе. У нас здесь уютный город для молодежи, здесь кучаточек, где можно, извини, молодежь, она, ну, господи, отвяньте от нее с воспитанием, ей нужно потусить, отдохнуть в том числе, не забывая, просто расслабиться где-то и все-то. И это вот, эта часть бизнеса, она должна развиваться, чтобы ей было комфортно, да. И вот есть, да я просто, я от фонаря говорю, вещах каких-то, да, но я просто с того начал, что молодежная политика, это не проведение мероприятий, это не отчетность какая-то, это очень сложная вещь. И однолаживать отношения с активной молодежью, которая потом будет эти вещи проводить куда-то вниз и далее, это сложная задача, и это не задача для Георгия Барминова. Он же очень интересный человек, очень серьезный человек. А вы видите такого человека? Пока нет, но, помятуя о том, что сам Александр Васильевич Валентинович очень много поработал в молодежных структурах, я думаю, он найдет человека, подходящего под эти задачи, он в этом деле дока и разбирается, и плюс не надо забывать. Смену министра молодежной политики вы не исключаете? Я не просто не исключаю, я уверен, что этот министр будет заменен, это слабое звено у нас в правительстве. Что касается спорта, да, ну, конкурс, пока конкурс, там, глядейший сентябрь, то есть все равно перестановки в правительстве не начнутся раньше сентября. Как это говорят, коней на переправе не меняют. То есть до выборов все просуществует? До выборов все просуществует, но если посмотреть внимательно, то мы уже понимаем, что губернатор очень внимательно, он дает такие задачки всем хорошие, да, вот через недельку доложить. А через недельку смотрит, ага, что доложено, как доложено, куда доложено, говорит, никуда это не годится. То есть он для себя уже галочки ставит, определенные выводы делает. Так вот смотришь на какой-нибудь документ, например, да, вот вчера было свидание экспортного совета, да, экспортный совет, такая важная структура, а позавчера он подписал распоряжение об изменении состава экспортного совета. Вдруг получается, что экспортный совет вдруг покинул Андрей Альбертович Маури почему-то. Который зампред вообще-то. Который зампред вообще-то. Его покинул господин Банин, министр, там уж не помню ничего. То есть, понимаешь, уже вот на каком-то уровне. Звоночки такие. Не просто звоночки, человек начинает понимать, кто где может быть полезен, кто где не нужен. А люди, напротив чьих фамилий ставятся галочки, минусы или плюсики, они тоже понимают, да? Они тоже понимают, что пора искать работу. Пора либо искать работу, либо пора измениться и в конце концов взяться за дело, а не просто писать отчеты, знаешь, как у нас привыкли. Говорить, что в связи со сложной экономической ситуацией это невозможно, это невозможно. Давайте вернемся к министру спорта, Николай, 39 минут, 6 минут у нас до конца эфира. Я думаю, что конкурс будет объявлен, тут некоторые уже заранее отдали эту должность Тамани Альминовой. По большому счету мы, как бы, работая здесь в студии, хорошо с ней знакомы. Но она трудяга, она прям трудоголик. Она, во-первых, трудяга, а во-вторых, она именно спортсмен. Знаешь, когда спортсмен общается с спортсменами. И девушка красивая. Это одно, и опять же, да. Что позволяет входить, наверное, во многие двери. Нет, она красивая девушка, спорится, господи, боже мой, о чем-то, о чем-то. Но она и без этого имеет хороший такой вес, бэкграунд для того, что именно вопросы спорта и в Москве связи прекрасные. То есть в Москве вопросы решать, то есть она не человек, который не отличает чего-то от чего-то, она вся в теме. Это было бы идеально, но, опять же, говорю, это не нам с вами решать. Она это уже там, как комиссия посмотрит. Может быть, появится кто-то еще. Может быть, кто-то уже и есть на примете. Мы же не знаем этого. Я сейчас подумала, что Анна Альминова, она ведь еще и молодежь. Да. И это тоже такой кадр. Да, совершенно справедливое решение по разделению министерств. Потому что задачи разные. Спорт и молодежь, вот как считается, что молодежь ничего кроме спорта не нужна, это как раз... Ошибка. Не ошибка. И очень много нужно из того, что как раз противоречит спорту. И об этом тоже надо подумать, потому что раз это нужно, то это надо делать. А всех в тренажерки загонять это не тот. Кому-то это и не подходит. Многим это не подходит. Я к тому. Правильное решение по разделению министерств. Если еще при этом наделить эти министерства новые, смыслами нагрузить, которые они должны делать. Если хорошие кадры подобрать, то у него все получится. Я думаю, ну то шаг правильный. Понятно. Четыре минуты. Попытаемся охватить необъятные. Два уголовных процесса, достаточно громких. Это дело Владимира Быкова, дело Ильи Шульгина. Давайте с Быкова начнем. Честно говоря, не очень понятно вообще. А что ты, Палюха, забыла? Еще и по Палюху дело идет. Ну да. Если посмотреть. Я тут по городу просто все. Бывший глава города, бывший глава администрации города. Нет, я... Юрий Палюх был бывший министр. Что касается Владимира Быкова, тут тоже неожиданности нет, потому что он был оправдан по четырем из пяти. И это, соответственно, не вызвало... Радости. Радости обвинительной стороны. К тому, не надо забывать, что господин Ефаркин по одной из этих статей отбывает наказание. То есть, извините, если покупатель признан виновным, то почему продавец признан невиновным? Так, это мы про Парк Победы сейчас говорим. Про Парк Победы мы говорим, да. То есть, это вполне логично. Ну, понимаешь, тут как-то шум-то подняли такой... Шум-то подняли непонятный, что это вдруг его отпустили. Ну, да, доследование пройдет. Но я думаю, что ему добавят немножко срок, условно, там чуть-чуть. А может, даже не добавят, просто здесь убавят, здесь прибавят, получится то же самое. Но составов добавят. Но составов добавят. То есть, вы думаете, что просто среагировали на то, что были какие-то вопросы, в том числе обвинения? По Парку Победы это был абсурд, потому что не может быть такого, что Ефаркин сидит, а Быков по этой статье оправдан. Вот именно, я думаю, этот пункт вызвал... За это зацепились. ...неудовольствие, да. Его признают по этому пункту, я надеюсь, уверен почти, что признают виновным. По срокам, ну, может, полгода плюс, полгода минус, может, просто штраф добавят или что-то еще. Понимаешь, для человека, которому 70 лет... 8 лет, 8 лет, да? Нет, для которого 70 лет, там, что 8 лет, что 13 лет, что 25 лет, что 2 года, это все очень много. Поэтому для него это не будет иметь существенного значения, и он все равно весь срок, там, вероятнее всего, не отбудет, а будет освобожден по здоровью, либо почему-то еще. Ага, то есть, понятно. Так, Илья Шульгин? По Шульгину, конечно, все очень интересно. Не признал он себя виновным? Нет, но... Или своей не признал? И корысти не нашло следствие? Корысти не нашло следствие, насколько я понял, ни по делу Шульгина, ни по делу Палюха. Это очень похожие дела, почему я про него вспомнил. Одинаковые совершенно, фактически. Одинаковые, ну да. В одно время происходящие. Причем, я еще напомню, что таких дел по России, наверное, штук... Закупкой камер. Да, по закупке камер. Их несоответствие. Да, и даже генеральный прокурор наш об этом говорил на Совете Федерации, о том, что это, на самом деле, это одно большое дело. Это одно огромное большое дело. А вот эти вот ребята, типа Палюха, типа Шульгина, это уже просто те, кто попался, собственно, тех, кого назначили краями. Как таковой конкретно там, я вот честно тоже не понимаю. Там есть конкретные исполнители, которые допустили, ну, условно говоря, брак в работе, да. Вот, да. Но при этом привязывать к ним еще и их начальников непосредственно. Я небольшой поклонник Шульгина, но я вот хоть убейте, не могу понять, почему его тянут, за что. Так что его удивление понимаю, потому что вот на самом деле он не может понять, в чем он виноват. Там слушают какие-то там эти аудиозаписи, все что угодно, все что угодно. Нет такого момента, когда Шульгин топает ногой и говорит, принять эти камеры. Нет такого. И решение принимает не он, решение принимает начальник департамента. Такая же история, кстати, и по Палюху, да. Вот поэтому я, на мой взгляд, там, может быть, они неформально какие-то советы и давали, но это к делу не пришлось. А на самом деле копать, конечно, нужно гораздо глубже и выше. Будет реальный срок заключения? Дадут, обвинительное будет точно, вот реальный или условный, я не могу сказать. То, что будет обвинительное, понятно, потому что раз это идет по всей России, по всей России, по этим делам выносят обвинительное заключение, то и здесь то же самое будет. Но я еще раз говорю, что на самом деле копать надо выше, потому что эти люди, они просто крайние, они более того. И почти уверен, я так же, как и следствие, что... А копают? Я не знаю, нам не докладывают. Вот, я почти уверен, как и следствие, что о своей корысти это уже тот уровень, где твоей корысти нет, тебе сказали, и ты должен сделать. Будь исполнителем. Заканчивается наше время, к сожалению, Николай. Не успеваем мы поговорить про проспект Николая Михайловича Липатникова. Я напомню, тут было голосование, большинство голосов горожане отдали. Ну, версия была. Это в районе, я понимаю, нового микрорайона чистой коры. Во-первых, голосование было фиктивное абсолютно, потому что на самом деле, я же видел, когда оно начиналось, там были голоса против, их было очень много. Их было много. Их было очень много. Потому что очень многие люди понимают так, что, слушай, у нас сейчас есть улица Джона Маклина, да? Кто помнит, то такой Джон Маклин. Он Маклин давно у нас. Он Маклин, да, или там улица Горбачева, которого все к Михаилу Сергеевичу приравнивают. Надо, такие вещи нельзя решать на скорую руку, надо все, чтобы остыло. Вот кто-то, не помню, написал, у нас даже улицы Чарушина нет. Вот это да, эпоха прошла, Чарушина имя выжила, сохранилась. Его можно как использовать для каких-то наименований. Да, но Николай Михайлович как-то память... Николай Михайлович, это очень уважаемый человек, там, ну, давайте памятник ему поставим. Памятник поставим. Это мой хороший друг, я был бы очень рад, но я не уверен, что называть его именем проспекта, это правильно. Николай Голиков, журналист, был в особом мнении, мы программу на этом заканчиваем. Спасибо, Николай, думаю, что встретимся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok